Итак, добро пожаловать на мой канал. Мне очень приятно, что вы выбираете меня. А сегодня я хочу сделать такой расклад, как «Как видят меня мужчины?» Посмотрим, как же вас видят мужчины окружающие, девочки, которые пришли сегодня ко мне, которые смотрят сегодня меня. Посмотрим, как же вас видят мужчины. Как же вас видят мужчины? Давайте сразу посмотрим, что о вас расскажут. Какая вы по характеру. Так, покажите, расскажите, что за девочки ко мне сегодня пришли. Смотрите, значит, рассказывают о вас. Какая вы? Скорее всего, что вы на данный момент одинокая девушка, одинокая. Мужчины у вас нет. Семьи нет, возможно, детей даже нет. Одиночка вы по жизни, одиночка. Но даже если у вас есть семья, дети, мужчина, муж, то всё равно вы как-то себя чувствуете обособленно. Что ли, как, знаете, одинокой всё равно вы себя ощущаете. В глубине души вы себя всё равно ощущаете одинокой. Даже если у вас есть семья, да, вас окружают люди, дети, муж, либо просто мужчина, ухажёры, да, но вы всё равно ощущаете себя одиночкой. Девушка мудрая, умудрённая опытом, скажем так. Не просто мудрая, да, а благодаря или... Не знаю, насколько тут уместно сказать, что благодаря печальному вашему опыту, да, вы стали умудрённые. Скорее не так, что вот из-за того печального опыта, который вам пришлось пережить, вы набрались столько мудрости, да, что в свои молодые годы, возможно, вы молодая, да, но у вас мудрости уже столько, что порой люди уже более зрелые, взрослые не обладают той мудростью, теми знаниями, какими обладаете вы. Смотрите, что рассказывают у вас. Вы человек достойный, достойный во всех смыслах. Вы талантливый человек, одарённый. Возможно, у вас не один талант есть, скрыт вас, да, вы как тот золотой вот слиток. Возможно, вы даже и не знаете о своём таланте, не догадываетесь. Возможно, даже не все таланты вы раскрыли, но вы человек талантливый, прекрасный во всех смыслах этого слова. Вы некий шанс, да. Если с вами кто-то рядом, то люди воспринимают вас как шанс, посланный небесами, да. Сейчас вы за что-то боретесь, отстаиваете своё, какое-то, что-то связано с вашей деятельностью, сферой вашей реализации. Вы сейчас отстаиваете, да, чтобы занять какую-то позицию, да, найти, занять своё место под солнцем, найти это своё место под солнцем, да. Что это моё, да, как некий сейчас у вас, знаете, что-то новое, новое вы начали в своей жизни. И вы сейчас за него ратуете, боретесь, работаете над этим, чтобы получить своё какое-то вознаграждение. Дальше, что говорят о вас? Смотрите, какое-то время назад, совсем это, возможно, совсем недавно это было, да, вы находились в какой-то глубочайшей депрессии. И депрессия эта долго длилась, да, вот такое вот состояние апатии, апатии, когда я не знаю, я не знаю, что мне надо, да, что я хочу. Я не знаю, что мне надо. Я не знаю, куда мне двигаться, да, что мне делать. Такое вот состояние было. Но смотрите, ваша ситуация возродилась, изменилась эта ситуация. То есть, ну вот как говорят карты, да, вот то состояние, в котором вы находились, какое-то апатичное, депрессивное. И вам предлагали, вам давали этот шанс. Вам давали шанс, жизнь вам давала какой-то шанс, судьба. Но вы как-то в упор этого не видели, да, что нет, типа это не моё, нет, как я буду этим заниматься? Это, наверное, не моё. Я не смогу, да, я не смогу. Ну, вы отказывались, вы не брали этот шанс. Но потом вы всё-таки, возможно, благодаря вашей интуиции, но эта ситуация возродилась. Уже, как говорится, труба зовёт. И вы всё-таки решились на это, что долго отрицали, да, вы взяли этот шанс. И благодаря этому, благодаря тому, что вы на это решились, да, ситуация у вас кардинально сейчас изменилась. Жизнь даже, возможно, изменилась. Вы сами изменились. Может, возможно, люди говорят вам, что ты изменилась, да, и внешне-то изменилась. И внутренне, естественно. Так. Так что же? О вас говорят мужчины. Как вас видят мужчины? Мужчины, как вас видят в социуме, да? Близкие, знакомые, неважно, чужие какие-то, незнакомые мужчины, да? Мужчины, как вас видят? Как вас видят мужчины? Ну, интересно, смотрите. Мужчины видят вас мужчиной. Ну, то есть, вы сейчас такая девушка в мужских энергиях преобладаете. То есть, возможно, как бы по характеру вы такая, знаете, мужественная, смелая, мужественная, смелая, дерзкая, амбициозная. То есть, все черты и характер, которые, ну, которые обычно присущи именно мужчинам, да? Которые присущи именно мужскому поведению, мужской стиль поведения у вас такой вот напористый. Если вы чего-то решили, вы будете к этому идти просто хладнокровно, да? Хладнокровно будете идти. Без эмоций. Далее. Как они вас видят? Что вы, девушка, серьезная. К вам просто так. к вам просто так на седой кобыле или на серой кобыле не подъедешь, да? На козе. На кривой козе просто так не подъедешь, не подкатишь, да? Что вы, девушка, такая серьезная, основательная. Что если с вами заводить какие-либо отношения, неважно, какой это формат отношений, то мужчины понимают, что с вами нужно быть по-серьезному. То есть, какой-то вот такой формат общения, когда, знаете, в качестве любовницы, в качестве какой-то фаворитки, да? То есть, такой вот несерьезный формат общения, ну, то есть, несерьезный. Ну, несерьезный, да, чисто такой потребительский, с вами такой не прокатит. Мужчины понимают, что они на вас смотрят, они понимают, что если с вами и заводить какие-либо отношения, то это должно быть по-серьезски. Даже если это просто дружеское общение, что вы не позволите в свой адрес какое-то хамство, понебратство, вот такое вот, что это должно быть действительно дружба, что они должны вас поддерживать, да? Даже если вы будете дружить, мужчины понимают, что они должны вам подставить плечо, ну, как настоящий друг, да? Плечо подставить, помочь в ваших делах, деньгами, возможно, помочь, материально. Дальше. Если заводить с вами отношения романтические, то тоже по легкости это не пройдет, не прокатит, что мужчины понимают, что нужно будет вкладываться, внимание вам уделять, да? Опять же, материально вкладываться. Дальше, что еще видят мужчины, как они вас видят, что они о вас думают? Ну, как я сказала, да, что вы девушка такая основательная, стабильная, видят вас, что вы довольно-таки достаточно обеспечены, что, возможно, вы так и не думаете, да? Возможно, на самом деле, ваше материальное положение, ваша ситуация с финансами и не такая стабильная. Возможно, вам хотелось бы лучше, но окружающие мужчины думают, видят, что вы вполне обеспечены, что вы не нуждающиеся, понимаете? Что у этой девушки, у этой девушки все есть, все есть, и просто так к ней уже не подойдешь, просто так, да? С какими-то там комплиментами, бла-бла-бла, к ней с этой девушкой такой формат общения не прокатит. Возможно, недвижимость есть, недвижимость, либо бизнес. Возможно, и то, и то, да? Возможно, работаете сейчас над чем-то, чтобы это стало вашим стабильным бизнесом, да? Развиваете какое-то ваше дело, даже если это творческое какое-то занятие, хобби, то вы работаете над тем, чтобы это хобби стало уже вашим постоянным занятием, монетизировало, да? Чтобы это ваше хобби приносило вам уже какой-то стабильный капитал. Да, вот, кстати, по соседним картам действительно так и есть. Вы сейчас стоите на пороге чего-то нового. Действительно, скорее всего, вы сейчас занимаетесь каким-то таким делом, либо бизнес начали, либо, как я сказала, хобби развиваете, да? Чтобы это дело стало уже делом всей вашей жизни, своеобразным бизнесом, да? Бизнес вашего, вашей жизни. Так, смотрите, что еще говорят. Знаете, вот, интересные карты, конечно, как вас видят мужчины, что, с одной стороны, они хотя и видят вас вот такой вот мужественной, смелой, да? Энергичной, как я сказала, но с другой стороны, вы довольно-таки мягкая, мягкая, гармоничная, да? Все-таки, что вы, вид у вас, ну, вид, внешность все-таки у вас, скорее всего, женская такая вот, женская, женственная, да? Так, ну, если еще дополнительные значения, знаете, вы вошли в гармонию, в гармонию вы вошли, да? Вот, возможно, раньше вы были слишком такая вот напористая, да? Напористая, брали все как бы нахрапом, то говорят, что сейчас как бы вы стараетесь уже, вы работаете над тем, чтобы все-таки как-то действовать помягче, да? Помягче, что все-таки вот из этого императора вы потихоньку выходите в умеренность, стараетесь больше действовать, конечно, как женщина, да? Мягко, Ну, потому что нельзя постоянно действовать как мужчина, да? Если вы женщина, но это нельзя, это уже происходит перекос, когда женщина постоянно, это ее такой обычный стиль поведения ежедневное, да? Что она действует как мужчина, так тоже нельзя, это уже происходит перекос, перекос энергии, да? И тогда обычно женщины начинают болеть, обычно болезни тогда возникают, связанные вот именно женской половой системой, мочеполовая система, да? Потому что происходит этот перекос. У женщины больше становится энергии мужских. Но вернемся, судя по картам, вы сейчас учитесь действовать именно как женщина, мягко, да? Вы уже понимаете, в каких ситуациях нужно взять на храпом, да? Настойчиво быть, добиваться своего. А в какой ситуации можно и отпустить, да? Как-то абстрагироваться, позволить, чтобы ситуация решилась сама, чтобы в конце концов люди решили все за вас, да? Позволить другим, чтобы за вас решали ваши проблемы, да? Возможно, если болели, то у вас сейчас выздоровление идет, выздоровление. Вы пришли в свою такую красоту и внутреннюю, и внешнюю, омолодились, оздоровились. Возможно, проводите какие-то оздоровительные, очистительные процедуры с водой связанные. Возможно, любите посещать все разнообразные спа-салоны, спа-центры, да? Либо работаете прям в этой сфере. В этой сфере прям работаете. Так, давайте же посмотрим, что еще говорят о вас мужчины. Что еще о вас говорят мужчины, как они вас видят. Смотрите, что еще говорят о вас мужчины, как они вас видят. Видят, что вы, девушка, довольно-таки счастливая. То есть, видимо, вы так выглядите, да? Так себе позиционируете, ведете себя в жизни, в социуме так, что, глядя на вас, можно сказать, что, ну, эта девушка, эта девушка счастлива. Счастлива, она наслаждается жизнью, радуется жизни, да? Кайфует, кайфушки какие-то свои ловит. Да, кстати, вот интересное, что мне такое, да, еще пришло. Скорее всего, мужчины, смотря на вас, да, они почему-то думают, что вы не одиноко. Хотя, вот в начале, самая первая карта вышла, что вы человек одинокая, вы девушка одинокая на данный момент, да, но мужчины, глядя на вас, они думают, что вы не одинокая, что, скорее всего, у вас есть семья, да, почему-то, глядя на вас, у них складывается впечатление, что, что нет, ну, эта девушка не может быть одинокой, ну, нет, ну, как, как такая девушка может быть одинокая, они уверены, что у вас есть семья, дети, муж, да, что, ну, как к ней подходить, ну, как к ней подходить, наверняка же у нее есть муж, да, замужняя дама, либо, как минимум, какой-то ухажер у нее есть, ну, куда я буду лезть, да, куда я буду лезть, да, типа того, что вот, что мужчины как бы и хотели завязать с вами отношения, они смотрят на вас, да, они оценивают вас как шанс в своей жизни, да, и хотели бы и подойти, и познакомиться, но их останавливает вот эта их уверенность, что вы не одинокая, что у вас есть семья, муж есть, ну, и тогда, их это останавливает, опять же, видят вас девушка денежная, ну, не девушка денежная, а при деньгах, при деньгах, при достатке, да, они не считают вас, что вы нуждающиеся, нет, далеко нет, что у вас все есть, опять же, вот недвижимость, да, скорее всего, вот тут вот абсолютно две карты, десятка пентаклей, десятка чаш, семейные карты, что и та, и та, и та, и та говорит о достатке, когда и денег достаточно, и эмоций, и любви достаточно у человека в жизни, да, вот, карты, карты подтверждают, что действительно мужчины хотели бы к вам подойти, познакомиться, да, допустим, предложить встретиться, приятная встреча, поездка, предложить какую-то поездку, да, но они боятся, они именно боятся, может быть, это как-то звучит абсурдно, но глядя на вас, вы, вы пугаете их, ну, видимо, вы настолько вот уверенно себя чувствуете, вы настолько себя уверенно преподносите, ну, что действительно, большинство мужчин, они боятся даже подойти к вам, возможно, боятся отказа вашего, да, ну, как я сказала, что они думают, что, скорее всего, у вас есть семья, куда я буду рыпаться, куда я буду лезть, да, там у нее есть семья, муж, ну, вы понимаете, да, они боятся, они боятся, отказа, некоторые могут бояться, что, некоторые, возможно, боятся, что они, скажем так, не потянут вас, да, что если заводить с вами отношения, для него это будет очень тяжело, для него это будет какой-то непомерный, груз, крест, да, что я ее не вытяну, вот так вот, да, да, мужчины боятся отказа, вот прям карта вышла, мужчины боятся, что вы так вот, опять же, по карте императора, что вы резко так ответите, и им это просто сердце разобьет, да, ну, опять же, видят вас какой-то вот, что, как я сказала еще изначально, что если с вами заводить отношения, то это должны быть какие-то сейчасы, справедливые отношения, то есть, что по легкости с вами не прокатит, да, с вами, если заводить какие-то отношения, знакомиться, то ли это дружеские, то ли это какие-то уже близкие, романтичные, что с вами нужно быть по-честному, по справедливости, да, вкладываться в эти отношения, в вас вкладываться, и морально, душевно, да, и материально, то есть, просто так вот, бла-бла-бла, с вами вечер провел, и все, и вас отправил в бан, такое с вами не прокатит, но это же прекрасно, девушки, я вас с этим поздравляю, знаете, хотя и вышли такие карты, вот, что вы такая прям вот, отпугиваете, можно сказать, да, но я, я считаю, что, ну, с другой стороны, это даже хорошо, это такой происходит, своеобразный отбор, фильтр своеобразный, так вот, с чем я вас и поздравляю, вот такой был сегодня расклад, я вас благодарю за то, что выбираете меня, за то, что остаетесь на моем канале, смотрите мои видео, и до встречи.